К нам подключается прямо сейчас это политик Михаил Светов. Михаил, здравствуйте. Да, здравствуйте, спасибо, рад вас видеть. И я вас. В своем последнем стриме вы, не снимая бесспорно вины с Путина, упомянули, что в сложившейся ситуации виноват и Запад. У вас, более того, в Твиттере Светов Ньюс запущен счетчик денег, который Евросоюз отправляет России каждый день. Какие критические ошибки США и ЕС привели к войне и как они могут их исправить? Это два разных вопроса, конечно. Конечно, сейчас есть ощущение, что точка невозврата пройдена. И снова, когда я все эти вещи произношу, я ни в коем случае не снимаю ответственности с Владимира Путина, который сейчас является единственным виновником этой войны. Просто когда мы говорим про политику, нужно понимать, что политика, она в том числе должна учитывать фактор таких вот спятивших диктаторов, как Владимир Путин, и работать с ними так, чтобы они не смогли реализовать весь потенциал того кошмара, который мы сейчас наблюдаем на Украине. Если говорить про внешнюю политику Соединенных Штатов последние 10-15 лет, то, конечно, попадание в зависимость Европы, в зависимость в первую очередь от российских энергоресурсов, это было что-то, о чем говорил и Дональд Трамп, это что-то, о чем говорили многие правые на Западе, и эти предостережения игнорировались. Точно так же можно вспомнить отношения вообще НАТО и России. Я считаю, что, снова я не включен в какие-то там глубокие геополитические инсайды, разумеется, но было вот это вот окно возможности, когда была война в Афганистане после 11 сентября, когда Россия, Соединенные Штаты и НАТО были наиболее близки, и то, что вот этот вот момент не был использован для того, чтобы, может быть, втянуть Россию, когда она была на это готова в общий военно-политический альянс, вот, ну, это абсолютно упущенная возможность, конечно, о которой сейчас остается только плакать. Почему этого произошло, я, разумеется, не могу объяснить, еще раз повторю, я не был к этому всему подключен, но вот череда таких ошибок, она, конечно, была значительная. И самое главное то, что мне, как российскому политику, обиднее всего, это что вот та помощь, на которую рассчитывало гражданское общество в России последние как минимум 12 лет, да, на самом деле, 22 года, гражданское общество в России никогда не получало. То есть с Путиным продолжали договариваться, ему продолжали продавать все эти спецсредства, которые использовались против протестующих в России. Мы знаем, да, что эти спецсредства приходили как раз из Германии, они приходили из Франции. То есть прекрасно Запад торговал и, более того, зарабатывал на том, что Путин закрепощал гражданское общество. И об этом нельзя забывать, да, не снимая вины с Владимира Путина за войну, не снимая вины непосредственно с людей, которые совершают преступления, нужно понимать, да, что политика, особенно геополитика, она сложнее, и люди, которые претендуют на то, чтобы быть мировыми лидерами, конечно, должны учитывать в том числе и факторы типа Владимира Путина и того, на что он способен. Да, Михаил, вот как вы считаете, сейчас многие страны Европы, во-первых, перестали выражать озабоченность и начали действительно помогать Украине, например, а во-вторых, пытаются слезть в той самой энергоресурсной иглы, на которую их давно уже подсадила Россия. Как вы считаете, можно ли назвать это реабилитацией вот этих вот европейских стран? Нет, ну, как бы поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Война уже есть, люди уже погибают, погибают тысячами, да, то есть происходят вот все те страшные события, про которые вы только что рассказывали, поэтому как бы хорошо, что это сейчас исправляется, с одной стороны, с другой стороны, этого всего можно было избежать, и, к сожалению, да, к сожалению, этого избежать не удалось. Смотрите, мы обвиняем в войне Владимира Путина, мы обвиняем в том числе и некий условно-коллективный Запад, который не обращал внимания, закрывал глаза и шел на сделку фактически с дьяволом. Что мы можем сказать про россиян, насколько сами россияне виноваты в том, что происходит сейчас? Вот я знаю, что у вас был спор с Максимом Кацом заочным, вот в вашем стриме вы ему отвечали, почему вы отрицаете коллективную ответственность, насколько субъектен российский народ прямо сейчас? Так он абсолютно не субъектен. Российский, вот это моя позиция, которой я придерживаюсь все время, что нахожусь в медийном пространстве, да, у русских в России ничего нет, поэтому и разговоры о том, что Крым русский, они всегда были абсурдны. Не русский Крым, он путинский, да, Путин его оккупировал вместе со всей остальной страной. И общество в России, вообще вот много сейчас почему-то принято говорить о том, что вот, значит, Владимиру Путину нужно какой-то выход из ситуации обеспечить, об этом даже какие-то либеральные политики говорят, говорят о том, что нужно его элитам обеспечить какой-то путь выхода, да, чтобы они могли покинуть Россию там, значит, не работать на режим. Почему-то этого же, этой же протянутой руки не получает российское гражданское общество. То есть, если мы хотим выиграть на свою сторону, если антивоенное движение хочет выиграть на свою сторону общество, оно должно предлагать обществу какой-то выход. Это, рассумеется, этот выход, это дистанцирование, максимальное дистанцирование того, что сейчас совершает режим и того, и общество. Потому что если мы этого не сделаем, общество только полотнее оплатится вокруг Владимира Путина, потому что какой альтернативу-то ему предлагает антивоенное движение? Оно ему предлагает, угрожает ему тем, что он будет платить и каяться? Платить и каяться никто не хочет. Зачем совершать эту ошибку? Зачем так делать? Мне непонятно. Какие практические шаги может антивоенное общество сделать за борьбу за обычное общество россиян? Частично. Сейчас это делается. Я, на самом деле, с большой надеждой смотрю как раз и на концерты антивоенные, которые сейчас происходят на Западе. То, что делает Оксимирон, Борис Гребенщиков, Земфиры. Да, мы знаем все эти выступления. Это люди, которые потенциально могут обеспечить России и обществу индульгенцию против преступлений, которые совершил режим, и увести людей за собой. И очень важно сейчас, чтобы те, кто является лицом антивоенного движения, не антагонизировали от себя общество заявлениями вроде тех, которые делают фейс, когда он там встает на колени, плачет на эфире Гордона. Это смотреть неприятно. И это в обществе не вызывает никакого резонирования. Общество, наоборот, видит, что его пытаются замазать этим преступлением, а если этим преступлением замазывают простых людей, то в чем мотивация у общества будет посмотреть в сторону антивоенного движения. Поэтому я считаю, что частично многое делается правильно. Конечно, голос против войны должен быть слышен, и это должны быть русские голоса. Но в то же время должна быть вот эта непрерывно протянутая рука в сторону общества, в сторону людей, которых Путин голоса лишил. Это тоже важно. Почему говорит Земфира, почему выступает Оксимирон, почему Борис Гребенщиков, все эти медийные люди выступают против войны. Почему это важно? Потому что это люди, у которых есть голос. Но в России живет 140 миллионов человек, голоса лишенные. И самое, по-моему, благородное, что можно сделать, это с помощью своего голоса дать им быть услышанным. А для того, чтобы это сделать, нужно говорить от их лица и защищать в том числе их интересы. Я понимаю, как бы соблазн биться головой об пол и каяться. Я понимаю, такой соблазн гордыни на самом деле. Он очень хорошо в литературе описан, в Библии очень хорошо описан. Не нужно этому соблазну поддаваться. Протяните руку людям, которые сегодня голоса лишены. Защитите их. Покажите их боль. Покажите их трагедию. У них тоже есть трагедия. Она конкретная. Они живут 22 года под путинским режимом. У них сейчас убивают детей, которых под разными предлогами призывают на войну на Украине. И им угрожают, чтобы они об этом ни в коем случае не рассказали. Как с погибшими на крейсере «Аврора» произошло, например. Мы там не знаем деталей. На крейсере «Москва» мы имели в виду. Прошу прощения, конечно, я говорил. На крейсере «Москва» то, что сейчас произошло. Это же ненормальная ситуация. Огромное количество семей. Мы помним, какая личная трагедия была у людей во время трагедии на Курске. И сейчас не слышно ни одного голоса. Люди запуганы. Так вот давайте же возьмем на себя ответственность. Кому многое дано, с того многое спросится. Давайте дадим этим людям голос. Будем говорить от их лица. Помогать им ощутить себя не частью преступления, частью которого они не являются, они заложники, а частью того антивоенного движения, которое всегда было против этой катастрофы, всегда было против преступления. Мне кажется, это очень важно. Об этом нужно говорить. Об этом недостаточно говорят. Еще хотел спросить вас про мотивацию Путина. Ну, то есть, понятно все его отношение к Украине, но, может быть, вот как раз это в том числе и отыгрыш, и месть вот этому коллективному Западу, что тогда 20 лет назад спрашивали, ху из мистера Путин, и не взяли в общую песочницу. Может, это тоже как-то повлияло, как вы считаете? Ну, все-таки это разные немножко истории. Тогда Путин возник из ниоткуда. Я не думаю, что это было конкретно причиной обиды, но у Путина очень много обид. Вообще человек, как бы уверенный в себе, он, конечно, не пытается так самоутвердиться на Западе, да, в лице Запада. То есть, сильное государство не нуждается в том, чтобы доказывать всем, что оно сильно. А Путин, очевидно, считает, что ему что-то нужно непрерывно доказывать. И вот это вот уязвленное чувство, оно очень опасное. И очень важно его не создавать. И, кстати, я прошу прощения, что опять на эту тему возвращаюсь, но мне действительно принципиально важно. И кажется, нельзя это чувство... Точно так же, как была ошибка создавать это чувство у Путина, да, или, по крайней мере, его игнорировать, точно так же ошибкой является игнорировать это чувство, уязвленное у общества. Потому что если вы будете на него давить, в какой-то момент общество как бы встанет на дыбы точно так же. Точно так же, как на дыбы сейчас стал Владимир Путин. Это политическая ошибка, да, независимо от того, какие моральные оценки у вас в голове есть. Так вот, я не думаю, что конкретно тот эпизод сыграл роль, но, конечно, у Путина есть уверенность, что его обманывали. У Путина есть уверенность, что, когда он руку протягивал, ее, значит, не пожали, как-то не приняли в большую семью. И можно снова сколько угодно говорить, что да, вот, значит, это вина Путина, он плохой, и, значит, никто ему ничего не обязан. Разумеется, никто не обязан. Но люди в политике, в большой политике, тем более, в международное сообщество, если он хочет избегать трагедии типа тех, которые произошло на Украине, они должны понимать, как работать и с политиками типа Владимира Путина тоже, потому что эти политики, это люди, как бы, реальность, данная нам в ощущениях, да, с бомбами, которые, к сожалению, даны в ощущениях сейчас, падающими бомбами, которые даны в ощущениях десяткам тысяч, сотням тысяч человек. Поэтому политика, она чуть сложнее, чем деление мира на черное и белое. Нужно это, как бы, ну, постоянно держать в голове и уметь работать в тех условиях, которые мы поставлены. Поэтому, да, я считаю, что был шанс у Запада поступить гораздо умнее и гораздо лучше. И ответственность, да, не вина, но ответственность, конечно, на них лежит колоссальная. Спасибо большое. Это был политик Михаил Светов. Спасибо.